Эй! До торжественного открытия зимних игр осталось 200 дней. До того события, которое откроет Сочи всему миру и поставит в один ряд с мировыми спортивными державами. Часы показывают точное время. Олимпийский хронометр был установлен в мае 2011 года. Теперь рядом с ним боб, который символизирует в эту жаркую погоду приближение главного спортивного праздника предстоящей зимы. Город Сочи гремит. Все знают, что в Сочи приезжаешь. Сейчас очень много спортивных мероприятий, очень много веселья, очень много салютов. Я думаю, город Сочи дальше будет продолжать в том же духе. Я тут посмотрел, смотрю, боб привезли. Интересно, говорят, боевой. Я, честно говоря, на нем не катался. Это, видимо, швейцарский боб. Алексей Воевода, который в сборной значится как главный разгоняющий, тут решил попробовать себя в качестве пилота. Сейчас у спортсмена ответственный период. Последние 200 дней перед олимпийским стартом. А сам город день от дня теперь будет только хорошеть. За этим следят местные власти. Эти 200 дней, они самые напряженные. Потому что на эти 200 дней выпадает самое главное. Это завершить все начатое. Завершить работу по реконструкции энергораспределительной сети. А это разрытие по городу. Очень важное, очень нужное дело. Большое дело. Это завершить вопросы, связанные с пуском наладочными работами по объектам экологическим. Это наши очистные сооружения. Это наши коллекторы. Это завершить рекультивацию свалок. И, конечно, завершить благоустройство. В 2007 году сочинцы ждали результатов голосования в Гутемале. Ждали с замиранием сердца. Тогда казалось, что победив олимпийской гонке, Сочи также легко в один день станет спортивной меткой. Но потребовалось 6 лет большого труда и большой стройки. Теперь вся Россия, да и мировое сообщество ждут, когда олимпийская столица начнет принимать гостей со всего мира. Я хотел бы, чтобы они приезжали сюда и видели, как изменился Сочи, как изменился вообще весь этот регион, как он и меняется. И это действительно может быть городом, одним из ведущих мировых курортов. И я в этом абсолютно убежден. И по инфраструктуре, которая формируется в городе, и по менталитету, который меняется у горожан, у украинских жителей. Олимпийский проект позволил возвести не только спортивные дворцы и ледовые арены, но и поменять всю инфраструктуру курорта. Школы, детские сады, больницы. Теперь эти учреждения образования и здравоохранения – гордость Сочи. В новые медицинские центры завозят уникальное современное оборудование, которое позволяет выявить болезнь на ранней стадии. Построено свыше 360 километров дорог, многоуровневые развязки, тоннели. Ремонтируется уличная дорожная сеть. В энергетику Сочи вложены колоссальные средства, на них модернизированы старые и возведены новые электроподстанции. Теперь, говоря образно, ремонт дома завершается. Осталось время на генеральную уборку перед приездом гостей. На это у сочинцев 200 дней. Елена Всецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.